Добрый день, друзья! Сегодня 1 сентября 2019 года, первый день осени, но в Алуште продолжается сезон, тепло, хорошо. И сейчас я вам расскажу и покажу гостевой дом. Он находится практически в центре города, на зеленой, тихой, спокойной улице. А это, друзья, вход в этот гостевой дом. Хочу еще сказать, что здесь номера не похожи друг на друга. Они имеют свою стилистику и свой дизайн. И мы сейчас зайдем во двор и посмотрим. Друзья, вот этот номер называется Малахит. Здесь вот большой стол. Столешница называется также Малахит. И сама кухонка. То есть в этом гостевом доме все автономно. Есть и кухня, и холодильник, и небольшая прихожая. Также огромный санузел, стиральная машина, гладильная доска, ванная, огромный бойлер. Вот этот номер называется Малахит. И две комнаты. Это огромная спальня, телевизор, обязательно кондиционер. И немаловажно, что здесь есть детские кроватки. То есть здесь принимают и очень маленьких деток. И давайте сейчас я покажу вам еще и вторую комнату. Тоже спальная. Два спальных места. Телевизор, шкаф, кондиционер. Все здесь присутствует. Да, это полноценная квартира. Гостевой дом. И он называется Малахит. Этот номер. Пойдем дальше. Друзья, а вот этот номер называется Орхидея. Находится он на втором этаже. Хочу сказать, здесь есть и балконы, и кухня. Вот в таком цвете. То есть это полноценные, будем говорить, квартиры для семейного отдыха. И сейчас мы зайдем сюда в санузел. Стиральная машина. Бойлер. Великолепный стиль. Огромный санузел. Владильная доска, как и везде в этом гостевом доме. И давайте сейчас посмотрим комнаты. Вот здесь раздельная спаленка. Как бы детская по-видимому. И все комнаты кондиционированы. Еще раз хочу сказать, что этот гостевой дом находится в спальном районе. Давайте сейчас я вам покажу вид из окна. Все утопает в зелени. Очень тихое место. Хотя это и центр города. До моря, до пляжа здесь минут десять ходьбы. И балкон. Давайте выйдем сейчас в балкон, с вами посмотрим, как тут все утопает в зелени. Это наша Алушта. И есть собственный дворик, где можно отдохнуть. Также есть там барбекю. Можно поджарить себе мясо на огне. Следующий номер называется Маки. В таком красно-желтом стиле сделан этот номер. Кухня, прихожая. Да, это полноценное жилье. Вот, посмотрите, друзья, как сделан. Давайте посмотрим. Это Маки. И номер называется Маки. Ну, и также небольшой балкончик. Конечно, мало таких номеров в Алуште. И пускай вас не пугает, что это в десяти минутах ходьбы от моря. Зато комфорта здесь, ну, очень много. Очень много. Так, идем смотреть дальше. Этот номер называется Зебра. Давайте сейчас посмотрим, как здесь сделано все оригинально. Ну, здесь как бы на два человека этот номер рассчитан. Ну, тем не менее, есть небольшая кухонка, микроволновка, где можно подогреть электрочайник. И часы в стиле Зебра сделаны. Ну, куплены, скорее всего. А еще забыл сказать, что в каждом номере оборудован сейф. Как бы это немаловажно, что есть сейф. Великолепный вид этого небольшого номера. Друзья, а здесь у нас в холле находится теннисный стол, где можно поиграть в настольный теннис, так называемый пинг-понг. И вот здесь под лестницей кран с очищенной водой стоит фильтр. То есть, можно набрать для чайника себе воду. И также, как сказал, есть дополнительные детские кровати. То есть, принимаются даже с маленькими детьми. И также вот здесь есть номер сапари. К сожалению, там живут люди, я не могу показать. А Малахит мы смотрели на первом этаже. Вот, друзья, такие вот номера в этом гостином доме. Такой дворик ухоженный, зеленый, где можно отдохнуть. Здесь, как бы, в общем дворе есть отдельные стоящие два номера. Один называется Хоризонтема. И на втором этаже Магнолия. Но, к сожалению, этот номер занят. Хочу напомнить, это улица Партизанская, 9. Сейчас мы зайдем в этот номер и посмотрим. Друзья, вот я зашел в этот номер. Вы посмотрите, какая огромная студия, кухня-студия. Вообще, тут бомбовски все красиво. И, кстати, здесь номера сдаются не только в летний период, а и в зимний период. Вы спросите, зададите, может вопрос, а как отопление? А отопление теплые полы. Здесь все практически есть для жизнеобеспечения человека. Плита, вытяжка, холодильник. Огромный санузел. И спаленка. Посмотрите, как все сделано оригинально. Сейчас мы потушим свет за собой и выйдем из этого номера. Идем дальше, друзья. Друзья, а это уютный дворик. Качели. И место отдыха. А там барбекю у вас сюда находится. Сейчас мы покажем вам, что здесь находится еще и барбекю. Друзья, а вот это кафе, пицца, суши, инь-янь. Это тоже находится во владениях этого гостевого дома. Здесь можно также по телефону заказать доставку пиццы и также суши. Режим работы с 10 до 23 часов. Уютное место. Оно относится, как я уже сказал, к этому гостевому дому. Сейчас мы зайдем вовнутрь и посмотрим обстановку и цены. И вот здесь на стеночке есть все цены. А цены правильные здесь, да? Ну, мы сейчас давайте цены посмотрим с вами. Отсвечивает немножко от окна. Можно выбрать для каких целей? Это все? Это все? Да. Да. Вот такое уютное кафе. Все, спасибо. Уютное кафе. В этом кафе, как я уже сказал, можно заказать и пиццу, и суши. И с удовольствием все это скушать в своем номере. Друзья, я думаю, вам видео понравилось. Гостевой дом просто великолепный, номера просто великолепные, огромные. Я такого не видел. Как же сделано и у каждого свое индивидуальное название. Друзья, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Друзья, спасибо за просмотр!